Всех приветствую на моем канале, а также на 13 части создания оконного приложения на Windows. В этой части мы продолжим работать с цветом. Я покажу как создать его градиент с помощью C++ WinAPI. В 11 части мы научились рисовать прямоугольники сплошным цветом. Теперь рассмотрим как заполнить его градиентом. Конечно можно воспользоваться Gradient Brush, встроенный в WinAPI, но что если нам нужно построить градиент по своему алгоритму? Для работы с цветами я создам новый header файл. Сразу включим его в Main. Создадим структуру типа Color для работы с цветом, создадим основные компоненты цвета RGB типа Int. Также создадим конструкторы для создания цвета. Первый создает нулевой цвет, второй создает цвет из переменной типа ColorRef, третий создает цвет из отдельных компонентов. Для перехода цвета нам понадобится метод линейной интерполяции или сокращенно Ler. Первым аргументом будет цвет перехода. Второй и третий аргумент типа Int заменят один параметр типа Float для удобства использования функции. Цвет вычисляется следующим образом. К текущему цвету прибавляется разность цвета, к которому нужно перейти, и текущего цвета, умноженное на T, деленное на P. Для вычитания цветов также допишем операторы сложения, вычитания, умножения и деления. Также допишем метод toRGB, чтобы получить цвет в формате ColorRef. Функцию нашего градиента назовем аналогично функции FillRect. GradientRect. Аргументы HDC и Rect назовем так же, как и FillRect. Пока что создадим двухцветный градиент с левым и с правым расположением. Сразу посчитаем ширину прямоугольника. В цикле пройдемся по X вдоль прямоугольника слева направо. Поскольку градиент у нас пока двухцветный, то для каждого X вычислим один цвет. Чтобы каждый раз не создавать структуру цвета, я заменю тип аргументов цвета на Color. Теперь цвет для каждого X будет левого цвета к правому. Удобство двух параметров типа Int заключается в том, что в качестве параметра T мы сдаем текущую координату, а в качестве параметра P сдаем конечное положение этой координаты. Таким образом, деление T на P даст нужный диапазон от 0 до 1. Во втором цикле уже пройдемся по Y сверху вниз. Пока цвет по Y меняться не будет, закрашиваем пиксель нужным цветом с помощью функции SetPixel. Теперь заменим функцию FillRect на нашу функцию GradientReact. Если запустить приложение, то нашего градиента пока не будет. Поменяем местами Left и Right функции градиента и запустим приложение. Теперь, как мы видим, градиент отображается. Я написал второй вариант функции уже для четырех цветов. Рассмотрим алгоритм генерации. Кроме ширины, я добавил также вычисление высоты прямоугольника, а также переменную Middle, которая является средним между высотой и шириной. Также я добавил вычисление цвета и для каждого Y. Таким образом, в итоге цвет пикселя вычисляется так. Интерполируем цвет по X в цвет по Y. Координаты T являются средние между текущими X и Y, а конечным положением P является Middle. Также, если ты успел заметить, в типе ColorRef цвет записывается в формате BRG, а не RGB. Поэтому поменяем местами цвета красный и синий в конструкторе с FromRef и методе ToRGB. Теперь цвет выводится правильно. Теперь ты также сможешь создавать градиенты и изображения по своему алгоритму. Надеюсь, это видео было тебе полезным. Если остались вопросы, задавай их в комментариях. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok